Привет, друзья! С вами Зажигалочка. Сегодня моя короткая зарисовка пути от репрессий к свободе на примере нашей страны и нашей семьи. Латвия из-за своего географического положения всегда была на перекрестке политических интересов и войн. В это неспокойное для наших стран время хочу познакомить вас с двумя символами борьбы за свободу и независимость в центре Риги, памятником свободы и новым мемориалом прикосновения истории и рассказать про жертв репрессий из нашей семьи. Памятник свободы в центре Риги был установлен 18 ноября 1935 года на пожертвования, собранные жителями Латвии в память о павших борцах за независимость Латвии. Это символ латвийской государственности, единства, независимости и свободы латышского народа. На протяжении всей своей истории латыши боролись за свою государственность и независимость. В 1918 году было создано государство Латвия, которое после Второй мировой войны было включено в Советский Союз. 1941 и 1949 год были трагическими для многих семей. На площади Стреллной и Кувриги появился мемориал с названием «Прикосновение истории» в Астерос тактыла, жертвам советской оккупации. Сегодня мы гуляем по Старой Риге возле музея оккупации, и вот тут появился такой новый объект, которого до этого не было, и я вам сегодня расскажу о нем. Официальное открытие мемориала было 14 июня 2021 года, годовщину начала депортации 1941 года, когда из Латвии выслали более 15 тысяч граждан. На камне высотой в 10 метров и шириной 18 метров выбиты имена депортированных. Там какой-то очень странный звук в этом здании. Я не знаю, там штук 5 лесенок вниз и вверх, и кажется, что тебя в мясорубку такую ставят. Памятник оборудован аудиовизуальными технологиями, которые воспроизводят звуки и создают визуальные эффекты. В день 80-летия депортации 14 июня 2021 года по всей Латвии проходило виртуальное мемориальное мероприятие, высланные, незабытые 80 лет со дня депортации 14 июня 1941 года. 11 часов зачитывались имена депортированных, в том числе и имена членов нашей семьи. Яныс Пулкстенц, прадед моих детей. Эмма Пулкстенц, прабабушка. В Сибири Нане вышла замуж за Леонарда Школьного, присланного внедрять тракторную технику. В Красноярском крае родились их сыновья, политически репрессированные, отец моих детей Игорь Школьный и его брат Арий Школьный. В Украине идет война. В конфликт вовлечена не только Европа, но и соседние с Украиной страны и Расоединенные Штаты Америки. Одновременно люди во многих странах живут мирной жизнью. Они с трудом представляют происходящее в нашем регионе и задают мне вопросы. По оценкам экспертов, сегодня Балтийские страны, Латвия, Эстония и Литва находятся на рубеже мира и войны. В этой ситуации ценность мира и свободы люди Латвии осознают и чувствуют больше, чем когда-либо. Приглашаю вас прогуляться по мирным улицам Риги, поверить в лучшее и почувствовать запах весны. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Узнавайте новое, гуляйте вместе со мной и живите полноценной жизнью. Ваша зажигалочка.